здравствуйте дорогие друзья буквально несколько часов назад вышло обращение назарбаева и все сми подхватили этот инфоповод обратились ко мне для того чтобы я расшифровала сигналы тела я же решила поделиться с вами мои подписчики своими наблюдениями а у меня этих наблюдений я насчитала 9 вот мы сейчас пройдемся по ним на некоторые вопросы я попрошу чтобы вы мне дали ответы или попытались как-то вместе со мной поразмышлять потому что ну я не наблюдала за этим политиком и ну к сожалению нет на некоторые вопросы у меня ответов так и нет но я думаю что вы мне все разъясните в комментариях или в чате который сейчас если вы смотрите премьеру но в общем я думаю что мы все вместе найдем правду которая скрыта всегда вот за речью политиков особенно скрывается правда поэтому давайте в этом разбираться вместе я включаю фрагмент и будем по ходу смотреть уважаемые казахстанцы дорогие соотечественники январские события потрясли весь казахстан вот смотрите здесь у меня два вопроса первое вот кто раньше смотрел его когда он был при власти скажите пожалуйста у него была такая же замедленная речь или сейчас она более замедленная но я думаю что для этого не обязательно быть специалистом просто достаточно ну как бы наблюдать за этим человеком да вот сейчас мне показалось что речь довольно замедленная как знаете он мне очень напомнил ельцина какой вот у него такое ощущение что языки ему не не подчиняется это бывает во время каких-то заболеваний причем очень серьезных да когда человек находится но в довольно серьезном состоянии но здесь я не могу ничего сказать просто мне показалось что его речь несколько замедленно вы мне напишите правда это или нет ну как бы вот здесь уже но это по моим субъективным ощущениям второй вопрос почему он говорит на русском языке ну я себе мало представляю если бы там в украине президент или там еще где-то в другой стране стали бы говорить на русском да вот в белоруссии они же но вот официальная речь это та речь которая государственная да а здесь почему-то русский язык вот меня это тоже очень смутило но в общем то мне не принципиально да для меня это как раз удобнее да мне лично как человеку русскоговорящему намного понятнее но здесь возникает вопрос для для кого это обращение записано для русских или для своих жителей на вот тоже ну как бы вот такой вопрос может быть там просто ну то что мне досталось это видео она как раз на русском языке а там было и на родном языке да ну вот это тоже мне напишите в комментариях потому что на меня этот вопрос немножечко смутил смутил с точки зрения как раз вот местных жителей да почему на русском языке вообще надо ну в общем то это не не страшно дальше идем следующий момент который уже прям по сигналам тела это у него идет положение корпуса давайте наверно сначала начнем потому что здесь надо следить за его движениями тела чтобы мы не пропускали вот эти важные моменты давайте смотреть еще раз селись уважаемые казахстанцы дорогие соотечественники январские события потрясли весь казах вот посмотрите на слове январские события у него локти немножко приподнялись и он вместе с ними как бы подпрыгнул это эмоции испуга ну как вот тело демонстрирует испуг и ну чтоб мы понимали дальше что идет дальше реакция на испуг как вы знаете три реакции до замри беги бей да и здесь получается что ну испуг сначала а дальше какая реакция давайте смотреть что целью этих организованных беспорядков видите он отклоняется то есть беги дальше защита пальцами бей до пальцами вот обратите внимание как он прям выставил такую защиту пальцами получается что но вот эти события его потрясли да это говорит его тело но в общем то это не удивительно сейчас его тело как раз и больше иллюстрирует его внутреннее состояние и его ну то что он говорит поэтому здесь как бы я уже не вижу но тем не менее да для того чтобы изучать сигналы тела очень важно повторять да вот повторять то что мы видим по ходу не просто проговаривать те моменты где идет прям откровенная ложь а там где он говорит и правду тоже надо отслеживать эти сигналы тела для того чтобы на подкорку записывать да дальше идем и атаки на казахстан было разрешение целостности страны и устоев нашего государства вот смотрите как интересно а дальше пошел уже ну то есть первая реакция отклонился потом выставил просто ладони то есть я буду стоять да ну даже может саботирующая позиция а здесь уже пошла наступательная позиция тела то есть он раздвигает локти ладонями делает какие-то манипуляции пальцами да он как бы разбрасывает вот эти неприятности отбрасывает от себя эти события еще раз показывают что независимость нужно беречь вот посмотрите здесь односторонняя улыбка это у нас презрение до поджимает губы облизывает губы а то есть для него этот вопрос очень важен и сейчас вот даже можно сказать с позиции когда вот эта независимость была под угрозой да ну как бы он называет независимость но я не политолог не могу ничего сказать но вот эта ситуация да она показала уязвимость да и он сейчас вот с позиции этой уязвимости с позиции этого там не знаю выигрыша или проигрыша да вот из той ситуации в которой он находится он пытается донести мысль что ну вот я же говорил да вот вот вам надо слушать меня что я ну вот ту позицию которую я всегда озвучивал она верная да то есть он сейчас для него это как как сказать педагогический какой-то момент который он хочет донести до тех кто его слушает понимаете вот он раньше всегда был на этой стороне но сейчас его не послушали и пошли и сделали то что результат оказался плохим и вот он сейчас уже с позиции я же вам говорил да что не надо туда ходить не надо это делать вот это надо отстаивать это в приоритете но вот сейчас такое небольшое может быть даже небольшая часть торжества у него в словах но в общем то это и понятно а вот здесь смотрите произошедшая трагедия и корпус вперед то есть в данной трагедии но скажем так в том что сейчас он ну вот находится там где находится да ну видимо она уже позади и он принимал и принимает активное участие в том чтобы это разруливать и я думаю что уже миновало все самое страшное потому что вот здесь уже пошел корпус вперед и но он как победитель до корпус вперед идет когда не терпится что-то делать да вот когда хочется быстрее что-то начать то есть какая-то деятельность была произведена и он ее сейчас про ну как показал нам продемонстрировал важно выяснить кто организовал все эти прогромы и убийство следствие даст ответ на этот вопрос вот здесь интересно по большим пальцем давайте сейчас я по-моему их увеличила эти прогромы вот еще раз повторение идет я увеличила его руки смотрите большой палец это палец эго палец я ну еще его можно назвать палец я да а значит и он сейчас этим пальцем как бы манипулирует да этим пальцем как бы демонстрирует свое участие да свою важную миссию в этом ну не руководство руководство потому что это указательный палец а здесь как раз вот я как личность ну вот всем своим авторитетом или какими-то еще ресурсами не руководящий своей какой-то миссии а именно как авторитет я в этом ну вот в расследовании буду принимать участие принимаю участие то есть вот я как личность здесь в этом участвую и вот это вот демонстрация активизация вот этих пальцев как раз говорит об этом и убийство следствие даст ответ на этот вопрос выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления отвечу а тоже видите вот продолжает пальцами то есть я со своей стороны ну вот своим авторитетом буду способствовать до каким-то решением каким-то делам да и дальше смотрите приподнимает челюсть и немножко в бок то есть вот этот жест это полюбуйтесь мной я же хороший я же говорил я же знаю я же лучше знаю вот это давайте слушать дальше чая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах информации сообщаю что я 2019 году передал полномочий президента хосмужеморту тухаеву вот смотрите и продолжает большим пальцем да то есть я как личность причем большой палец именно левой руки значит получается что ну то есть я свой авторитет передал туда да ну вот перед этим челюстью да полюбуйтесь мной пожалуйста но я свой вот этот свою свое имя можно сказать вложил вот в продолжение своего преемника или вот как то так и с тех пор являюсь пенсионером и здесь он облизывает губы пенсионером ему быть нравится должна отметить и в общем то он ну можно сказать отдыхает на пенсии ну по крайней мере вот по ощущениям по его его тело сейчас дало сигнал что ему хотелось бы просто отдохнуть стоящие время нахожусь на заслуженном отдыхе на заслуженном отдыхе вот видите на заслуженном отдыхе и опять вот это вот пальцами причем смотрите он не просто демонстрирует а он пригибает то есть ну хватит уже мое эго беспокоить хватит уже моим именем ну вот я уже свое имя больше не хочу демонстрировать я хочу его положить положить на покой я хочу отдохнуть вот вот его руки что говорят в столице казахстана и никуда не уезжал президент послужим а вот здесь вот идет момент на который я бы хотела обратить внимание уже вас всех потому что я не знаю к чему больше это относится но здесь он пересаживается это говорит о волнении отклоняется раздвигает локти она сейчас мы это увидим и все это в одном моменте да то есть получается либо вот не уезжал это не совсем правда либо вот то что он сейчас будет про нового президента или руководителя страны я не знаю как там но не следила честно за этим всем но то есть получается что здесь неправда вот не знаю куда отнести но дальше больше сигналов тела именно на нового руководителя страны и вот здесь вот как раз как я думаю что зарыта собака что называется давайте смотрите смотрите пересаживается видите отсаживается локтем локтями раздвигает да то есть получается что на президента такая идет какая-то вот довольно негативная реакция может быть на него может быть на действия которые он предпринял может быть на действия которые он не предпринял но идет реакции именно на это я предполагаю что именно на это не на то что он там вот перед этим сказал что я никуда не уезжал но по крайней мере эта информация не такая уж значительно а самая значительная информация как раз вот по поводу президента и здесь пошли прям реакции 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 вообще в принципе вот сидит в одной позе да и старается вот этот покерфейс не знаю насколько это у него само получается может быть если он в таком состоянии находится что ему даже сложно языком ворочать до либо он старается меньше дать информации да вот языком тела ну либо это его привычная модель поведения я не знаю но знаю что вот именно в этом месте у него сконцентрированы все его моменты которые на которых он больше всего волнуется как мы знаем тело волнуется именно там где ему приходится что-то скрывать потому что тело не любит когда мы что-то скрываем как одну то есть когда мы что-то либо в рем либо скрываем либо не договариваем тело начинает волноваться ведь на него ложится слишком много ответственности тело не любит врать поэтому вот такие сигналы и вот волнение как раз вот в этом моменте пошло до всей полнотой власти вот по поводу власти идет как раз вот смотрите правой рукой указательный палец указательный палец как раз олицетворяет власть как раз вот это указующий перст который которым мы руководим да и здесь как раз это все иллюстрирует до иллюстрирует он проговаривает слова власть и задействует как раз указательный палец и именно правой руки правая рука у нас это не эмоции это действие если левая рука это больше эмоциональная части помните что он когда вот демонстрировал большой палец именно левой руки а здесь у нас идет указательный палец правой руки то есть это уже область действий и здесь он иллюстрирует речь по поводу вот полной власти ну я допускаю что да действительно президент такаев обладал этой полнотой власти ну и усиление в данном случае этого этой речи до эмоциональным посылом но подтверждает слова назарбаева он председатель совета безопасности скором времени он будет избран председателем партии нару-тан видите а здесь идет большой палец левой руки вот это вот наше эго наше я да именно с эмоциональной точки зрения да то есть вот эмоционально он сейчас пытается показать свое эго свое имя свое свои наработки да вот то что его олицетворяет он сейчас продемонстрировал что вот все мое эго включилась вот в это то что я сейчас говорю этому никакого конфликта или противостояния велите страны нет видите и здесь он говорит нет но кивает головой да все таки есть что-то внутри он даже может не осознавать сам но возможно он осуждает какие-то действия или какое-то бездействие преемника да или вот что-то там есть да но он сейчас не может в открытую говорить потому что ну это это политика да и то что мы можем где-то у себя дома на кухне до высказать друг другу то здесь на камеру и учитывая сколько сми сейчас будет цитировать это обращение конечно же он старается скрывать свои эмоции но язык тело не обманешь и мы видим что там что то есть какая-то ну как минимум неприязненная ситуация ну даже может не к человеку да а к действиям человека вот вот что то здесь не то он пытается от нас скрыть слухи на эту тему абсолютно беспочвенный и корпус бог как знаете от удара знаете когда люди дерутся да они отклоняются корпусом чтобы удар либо смягчить либо от удара уйти так вот здесь как раз и идет вот такой сигнал тела то есть получается но возможно в принципе еще трактовать так что просто он знает о каких-то слухах до которые его уже просто достали да и он поэтому вот так реагирует но я допускаю все таки это так очень малый процент вероятности потому что вот именно такой сигнал тела он говорит о том что есть что-то за что назарбаев ну вот осуждает того человека о котором говорит всем известно что я 30 лет не похладая рук работал во имя нашей родины вот видите а теперь он увел разговор на свои заслуги да вот здесь действительно он чувствует силу то есть вот в отношении президента такая вода получается что там но он как бы проговорил да то то что надо было проговорить при этом тело его сопротивлялась при этом он всячески но пытался это все нивелировать и не показывать нам да в общем то понятное и как о заслугах этого такая его он ничего не сказал но я думаю что потому что и их и нет пока и возможно что он не считает это заслугами да ну я я не к сожалению я не разобралась еще в политической ситуации в этой я просто читаю язык тела да и может быть это и к лучшему потому что нет наложения моего мнения я просто вижу тело да и читаю сигналы тело так вот все таки по поводу того человека о котором он только что сказал он не не перечислил никаких его заслуг он не сказал ничего эмоционального о нем он просто сказал что у нас нет конфликта все все расслабьтесь да а дальше он пошел перечислять свои заслуги которые он уважает которыми он гордится и на которые он обращает внимание то есть здесь вот в этом контексте можно считать что ну вот заслуги того же такая его несущественны для него он не уважает действия такая его но ему сейчас в данной ситуации ничего плохого о нем говорить нельзя знаете как покойниках либо хорошо либо ничего уж извините за такое сравнение но просто вот в данном случае очень уместно и дальше он перевел на ту область в которой он силен которую он хорошо знает которую он может хорошо здесь добавить силы своей добавить своего авторитета для того чтобы быть услышанным дальше давайте мы укрепили ее границы видите уже пошел уверенно вперед до корпус это уверенность да я я молодец я это сделал нетерпение да то есть я все хорошо здесь посмотрите как здесь хорошо да а посмотрите еще там тоже хорошо мы проводили прогрессивные реформы мы вместе построили независимый казахстан добились больших результатов социально экономическом развитии стали лидерами по многим показателям не только в центральной азии но и в снг вот смотрите здесь тоже интересно скрестил пальцы сделал нечто наподобие торпеды знаете вот как трактор который загребает идет вперед до корпус вперед то есть вот пошло воодушевление пошло но в общем-то и правильно он как человек который провел в политике большую часть своей жизни естественно узнает как надо завершать речь да ну он там какую-то часть сказал а в конце надо воодушевление какое-то добавить да надо сказать что-то хорошее ну и что хорошее как не о себе да ну получается что преемник не заслужил пока ничего хорошего да в общем то вот это воодушевление он извлек из своих заслуг да но в общем то это понятно да с точки зрения политики и смотрите вот как тело сразу расцветает до тела воодушевляется и вместе с посылом идет вот идут иллюстраторы того что он говорит казахстан стал узнаваемым авторитетным государством мировом сообществе это все результат сплоченности единства всех казахстанцев стабильность исправить а прям даже руки немножко приподнял и ну воодушевился тогда то есть получается что вот этим он гордится пусть и стране всегда были моей целью всем нам надо беречь эти неприходящие ценности мы обязательно пройдем через кризис видите расширение локтями локтями мы как бы знаете с одной стороны мы сбрасываем какие-то сложности отталкиваем от себя какие-то проблемы да и в то же время расширяем свое пространство да и вот он прям проиллюстрировал то что говорит и станем еще сильнее президент вот только мне не хватило немножечко опоры на эти локти да вот локти расширил а опору не сделал но как бы здесь не на что было опереться но тем не менее вот этот посыл телом он говорит о том что он хочет донести свое воодушевление до слушателей выдвинул новую программу реформ направленную на повышение благосостояния народа видите облизывает губы вот ему это нравится то о чем он говорит ему скажем так идея того чтобы перенаправить энергию народа допустим или ну то есть вот перенаправить вот на это решение этого вопроса ему эта идея нравится поэтому облизывание губ эту программу нужно поддержать желаю вам дорогие с отечественники здоровья и благополучия благодарю вас за поддержку моего видите в конце когда он уже стал обращаться эмоционально он убрал все замки он как бы открылся да но человек при власти давным давно да и он знает как использовать язык тела ну и в общем то здесь уже автоматом можно сказать открытый жест но открыть до конца он это не смог видимо но опять таки я допускаю что он довольно болен потому что ну если бы ну вот вот этот жест открытый он должен быть немножечко по свободней понимаете он должен может но хотелось бы чтобы он открыл кисти да и вот показать кисть это значит ничего не скрывать но у него не хватило явно на это сил либо эмоционально он сейчас очень подавлен либо он находится в состоянии болезни не знаю но по крайней мере я думаю что когда он был у власти он больше оперировал кистями да и больше получается что вот этот посыл он говорит о том что человек перед нами очень опытный в политике и попытка открыться показать свою открытость это это уже не просто так видно что он не тут не простое волнение а именно вот он себя чувствуют в своей тарелке да но вот ему не хватает энергии для того чтобы довести свои жесты до логического завершения и вот как я уже сказала какие выводы не буду повторяться курсы реформ и модернизации которые проводил да ну в общем то это и все благодарю вас за внимание не забывайте подписываться на канал до новых встреч люблю вас всех очень сильно пока пока и да пишите пожалуйста свое мнение свои комментарии возможно что я чего-то не учла потому что я не совсем в теме но надеюсь что я все расшифровала правильно вот с точки зрения того что на самом деле происходит потому что ну как бы я просто вижу тело вижу сигналы тела и с этой точки зрения их ну расшифровываю если что-то осталось за кадром то пожалуйста пишите в комментариях я с удовольствием прочитаю дам вам свой ответ ну в общем люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока